11 ноября примерно в 14.30 в районе улицы Забайкальской на железнодорожном переезде движущийся состав поезда с расположенным на нем краном совершил столкновение с П-образным компенсатором трубопроводов, отопления и горячего водоснабжения. В результате половина района Дягилева осталась без горячей воды. Тонны кипятка, вытекающего из труб и затор на железнодорожном переезде. Первое, что увидели очевидцы происшествия на улице Забайкальской в Рязани. Сидел я в автобусе и увидел паровоз ездить, так как он гудел, обратил на него внимание. Потом через какое-то время удар произошел по трубам, по которым вода бежит, над путями, которые находятся. Ну и пошел фонтан. Ну метр полтора фонтанчик был. Вверх да сбоку, видать труба не до конца отошла, ее просто погнуло и вот из-за отверстия пошла вода. Буквально минут через пять с тепловоза ребята подошли, отцепили, пути освободили и проезд был открытый. Тепловоз как бы с воинской части выходил оттуда, а на нем не написано военный, а не военный. Поезд разделили на две части и убрали с автомобильной дороги. Движение машины общественного транспорта возобновилось. Пострадавших при происшествии не было. На место сразу прибыли аварийные службы и представители администрации города. В ликвидации ЧП принимают участие и военные. Сейчас в данный момент военные нам помогают техникой. Также все единицы необходимой техники, аварийные бригады нами задействованы. Сейчас сюда все подводится. И зип, и материалы будут проводиться сначала демонтажные работы, как видите. Затем в первую очередь будет восстановлено отопление. Это две трубы П-образного компенсатора диаметром 325 мм. Ну а впоследствии соответственно 150 и 100 труба, которые подачи и обратно по горячему засажению, также будут восстановлены. Но в первую очередь идет задача по обеспечению теплом жителей данного района. В ликвидации аварии и восстановлении теплосетей задействовано 7 единиц техники и организовано 6 сварочных постов. После того, как поврежденные трубы были удалены, рабочие приступили к ремонту теплосетей. Аварийная служба РМПТС производит восстановительные работы. Планируем в ближайшее время восстановить теплоснабжение и горячее водоснабжение. К ночи планируем пустить тепло, а за ночь восстановить горячее водоснабжение. Работы по ремонту теплосетей будут вестись круглосуточно. После того, как на месте аварии появятся новые фрагменты труб, они будут утеплены. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».